Итак, начинаем. Сегодня у нас тематика продвижения канала и хотела бы рассказать о некоторых фишках, которые, возможно, кто-то из вас знает, а большинство, я уверена, еще не используют. Хочу, чтобы вы узнали, услышали и начали обязательно пользоваться этими приемами, потому что на самом деле, как показывают опросы, которые мы проводили на своем канале, более большинство людей интересует именно продвижение, ведь создать канал не так сложно, а вот что делать с этим каналом дальше, интересует многих людей. И есть несколько важных этапов, которые нужно пройти, прежде чем вы приступите к продвижению своего видеоканала. Ну, во-первых, вы должны понимать, откуда берутся на YouTube просмотры. А ведь просмотры, во-первых, идут из поиска, из поиска на YouTube, из поиска в Google, из поиска в Яндексе и других поисковиках. Дальше просмотры идут из похожих видео. Это то, что предлагает вам сам YouTube. То, что отображается сбоку, с правой стороны во время просмотра ваших видеороликов. И третий основной источник – это внешние веб-сайты и соцсети. То есть, когда вы размещаете свой видеоролик где-то в различных соцсетях. Мы прям делали на одном из вебинаров, в одном из видеороликов, я прям делала целую сводную табличку, в которой было рассказано, какой процент просмотров откуда идет. Но это как бы такие основные источники, и сегодня по ним кратенько-кратенько пройдемся. На одном остановлюсь детальнее разбирать. Для того, чтобы ваш видеоролик выдавался в результатах поиска, для того, чтобы и Google, и YouTube его выдавал, вам стоит обратить внимание на метаданные. То есть, поисковик не настолько умный, чтобы, просмотрев ваше видео, понять, о чем оно, и начать его предлагать пользователям, которые ищут данную тематику. Поэтому поисковик обращает внимание на те данные, которые вы указываете в соответствующих полях на своем видеоролике. Что это за поля? К метаданам относятся название, описание и теги. Это три основных поля. Я много раз об этом говорила, останавливалась. Наверняка вы уже читали кучу информации или смотрели кучу видеороликов. Поэтому здесь детально разбирать это не будем. Дальше. Категория. Это, я считаю, недооцененный параметр, потому что многие забывают о том, что при создании, загрузке видеоролика и когда вы его редактируете, указываете название, также есть поле категория. Вы можете по умолчанию эту категорию поставить на всем своем канале, то есть, чтобы автоматически добавлялось на все новые видеоролики, либо менять вручную. Так вот, оказывается, что в зависимости от того, в какой категории ваше видео, YouTube будет или не будет показывать ваше видео в похожих видеороликах. И на YouTube действительно очень ограниченное количество и категорий, которые там, ну скажем так, смотреть больно на те категории, которые предлагает YouTube, но тем не менее выбрать нужно. Что же делать, если вы не знаете, к какой категории лучше отнести ваше видео? Посмотрите на своих конкурентов, на самые успешные варианты ваших конкурентов, те видеоролики, которые набирают много просмотров. И в описании, развернув полностью описание, вы увидите категорию, по которой ваш конкурент обозначил те или иные видеоролики. Рекомендую вам, если вы в замешательстве, поставить такую же категорию, как у конкурента. Это совсем неплохой вариант. Дальше. Значок. Значок канала – это та картинка, ну по-другому называется превью или персональный значок. Это та картинка, которую пользователь видит до того, как он начнет просматривать видеоролик. Об этом я делала огромное детальное видео, ссылочка на него тоже у вас будет. Посмотрите отдельно, про то, как правильно оформлять канал. Ну и, конечно, хэштеги, субтитры, перевод и комментарии. Немножко подробнее о хэштегах я рассказывала тоже в своем видеоролике, ссылочку на него вы получите. Это нововведение на YouTube. И сейчас хэштегам стоит предъявить особое внимание, поэтому, кто еще не знает об этом новшестве, о поиске по хэштегам, обязательно посмотрите видеоролик и сделайте хэштеги на своем канале. Действительно, это то, где сейчас вы можете выиграть, потому что конкуренции пока нет. Никто еще не успел освоить данный инструмент. И вы можете быть впереди лидером в своем сегменте, если вовремя начнете использовать хэштеги по своей нише. Дальше. Субтитры. Как заявляет YouTube на своем официальном сайте, его поисковые механизмы ранжируют субтитры. И если вы добавляете субтитры на свой канал, то есть субтитры это, собственно, языковое, текстовое сопровождение вашего видео. Даже на том же языке, на котором сам видеоролик. Если вы сопровождаете субтитрами ваше видео, то для поисковика это еще одна возможность, уже исходя из самого видеоролика, из текста, который там проговаривается, сделать вывод о том, что... в каких случаях этот видеоролик предлагать. Причем, как мне лично кажется, YouTube сейчас поделяет больше внимания именно субтитрам и тому, что вы говорите в видеоролике, нежели названию или описанию, а также тегам, которым вы сопровождаете свое видео. Потому что в названии, в описании можно написать что угодно, а исходя из субтитров, он четко понимает, что в тексте видео было проговорено. Поэтому добавляйте обязательно субтитры. На YouTube есть автоматизированные субтитры, вы можете включить распознавание текста на своем видеоролике, YouTube это сделает. Но единственное, русский язык, конечно, очень ужасно распознается, поэтому обязательно перечитайте его бегло хотя бы и поисправляйте ошибки. Если вы заранее готовите сценарий своего видеоролика и прописываете текст, то просто в субтитры добавляйте текст, а YouTube его уже автоматически раскидает по фразам в нужный момент, чтобы этот текст появлялся. Если вам интересно, отдельно могу сделать видеоролик по этой теме. Напишите в комментариях, если актуально и не знаете, как делать субтитры, обязательно сделаю видео отдельное. Дальше. Перевод. Перевод – это тоже относительно недавняя функция на YouTube. YouTube. Тоже о ней говорили, поэтому повторять сильно не буду. YouTube дает возможность вам добавить название и описание вашего видеоролика на разных языках. И в зависимости от того, с какого региона будут выходить пользователи, ему будет отображаться название в соответствии с его языковым предпочтением, если вы его добавили. Сделать это несложно через Google Translate. Мы лично пользуемся и хорошо работает. И комментарии. То есть то, что пользователи пишут под вашим видео. Это могут быть как ваши комментарии, так комментарии ваших друзей, так и комментарии каких-то сторонних пользователей. YouTube тоже уделяет внимание комментариям. Если комментариев, во-первых, много, это классно, потому что свидетельствует о том, что люди хотят комментировать. И во-вторых, по комментариям тоже происходит поиск. То есть ключевые слова или фразы, которые люди оставляют в комментариях, тоже распознаются поисковиком. И по этим фразам вы можете выходить в результаты поиска. Соответственно, выгодно, чтобы в ваших комментариях, чтобы, во-первых, их было много, а во-вторых, чтобы они были какие-то целевые, направленные. То есть просите людей давать обратную связь, комментировать ваше видео. Но если люди этого не делают, оставляйте комментарии самостоятельно. То есть первый комментарий должен быть обязательно от вас. И потом отвечайте на каждый последующий комментарий, который добавляет другой пользователь, просто чтобы увеличить количество комментариев. То есть идите на связь со своим зрителем, чтобы он видел, что вы отвечаете. И у вас тогда будет простраиваться в комментариях диалог. Кроме того, опять же, с недавнего времени, хэштеги в комментариях тоже отображаются. По ним можно осуществлять поиск, поэтому обязательно все комментарии делайте с хэштегами. Подробнее об этом вы увидите в моем видеоролике. Он так и называется. Хэштеги на YouTube на моем канале вы его найдете. Но суть, основной мой посыл в чем? В том, что если раньше можно было использовать часть из перечисленных моих функций, и это работало, то сейчас конкуренция растет, уже все более-менее умеют правильно подбирать теги, уже есть специализированные программы, которые помогают это делать. Все научились писать нормальные названия, и поэтому просто названия, писания тегов в вашем видеоролике недостаточно. Поэтому запомните вот этот список и старайтесь использовать все. Делайте все грамотно и по порядку. Лучше меньше видеороликов, но более качественно их оптимизировать, и тогда вы получите лучшие результаты. Ради чисто эксперимента возьмите одно какое-то свое интересное видео и прогоните его по всем тем параметрам, которые я дам сегодня. И посмотрите, насколько оно выстрелит или нет, станет более популярным, чем другие видео, или начнет набирать более активные просмотры. Как только вы увидите результат, я уверена, вам самостоятельно захочется во всех своих видеороликах это использовать. Поехали дальше. Основная фишка, о которой я хотела бы рассказать и поделиться, это плейлисты и как правильно их использовать. Многие из вас знают, что на YouTube есть плейлисты, и вы можете формировать свои видеоролики в плейлисты. Но далеко не все знают, как им правильно пользоваться, и далеко не все знают, что можно чужие видеоролики добавлять в свои плейлисты, не получая при этом нарушения авторских прав. Ну, допустим, если есть какой-то популярный видеоканал по изучению английского языка, и у меня есть свой канал по изучению английского языка, я могу в один плейлист добавить как свои видео, так и видео с этого канала. При этом авторские права не нарушаются, потому что я не загружаю чужие видео на свой канал, а просто ссылкой их добавляю в свой плейлист. И давайте посмотрим, как же это правильно использовать. Если вы знаете, что ваша целевая аудитория смотрит регулярно какие-то определенные популярные каналы, или ищет вас по определенным запросам, то выгодно использовать в таком случае плейлисты. Предположим, что наша целевая аудитория – это дети. И давайте подумаем, что же детям может быть интересно. И вот я приведу простой пример с очень популярным мультиком «Маша и Медведь». Это тот случай, когда авторы очень сильно следят за авторским правом. И если вы, не дай бог, попробуете загрузить этот мультик себе на канал, или какой-то отрезочек из этого мультика, вам сразу же прилетит бан, страйк. Ну, то есть последствия будут не очень хорошими. Но как же это делать так, чтобы не было никаких последствий, а был положительный результат для вашего канала? Давайте посмотрим, что нам дает результат поиска на YouTube по запросу «Маша и Медведь». То есть помимо мультиков, которые действительно находятся на официальном канале, есть также плейлист в результате поиска на первой странице. Плейлист с канала «Мульт». Вот здесь вы видите, что канал называется «Мульт». То есть к «Маше и Медведю» он не имеет никакого отношения. Это не официальный канал. Ребята просто на своем канале создали плейлист, назвали его «Маша и Медведь». То есть он отлично выходит в результатах поиска. И с официального канала, вот он официальный канал «Маша и Медведь», просто сюда были добавлены 48 видео в этот плейлист в определенной очередности. Это первое, что вы можете сделать. То есть вы можете добавить на свой канал плейлист, но основная фишка в чем здесь? В том, что в перемешку с популярными мультиками «Маша и Медведь» можно добавить свои какие-то видеоролики. Вот как, например, в этом плейлисте. То есть идут популярный мультик, 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 потом раз какой-то другой видеоролик, который автор посчитал нужным раскрутить в этом, ну на эту целевую аудиторию в этом плейлисте. И точно так же через один вы можете добавлять свое, себе чужое, свое, 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 чужое. То есть прошу обратить внимание, что в плейлисте этот мультик «Маша и Медведь с волками жить» он находится на канале GetMovies, на официальном канале. А сюда он просто добавлен для того, чтобы пользователь мог его просматривать через этот плейлист. И еще несколько интересных примеров на эту тему приведу, как это правильно можно использовать. Например, еще один аналогичный плейлист уже на другом канале, где вот идут в перемешку тоже «Маша и Медведь» и какие-то другие видеоролики, которые даже не сильно относятся к детской тематике. Но тем не менее, что я вам хочу показать. Вот эти два видео на канале, они набрали просто сумасшедшее количество просмотров. Канал сам по себе ничем не примечательный, то есть здесь аж 2000 подписчиков. Но эти видеоролики, вот первое, за один месяц они набрали 300 тысяч просмотров. То есть, в принципе, неплохо только за счет того, что были добавлены в этот плейлист. Видео сами по себе ни о чем, но люди, которые искали «Машу и Медведь», натыкались на плейлист, начинали смотреть этот плейлист. А как мы знаем, суть плейлиста в том, что после окончания одного видеоролика начинается сразу следующее, автоматически производится. И пользователи так или иначе случайно попадают на то видео, которое вы поставили в следующем его плейлисте. И на этот трюк попадается много пользователей. Как мы видим, 300 тысяч можно за месяц себе собрать, просто правильно все сделав. Еще один пример. Вот канал, который имеет 22 тысячи подписчиков. На этом канале нет ни одного собственного видео. То есть, если вы найдете его в YouTube, зайдете во вкладку «Видео», то вы увидите, что здесь собственноручно загруженных видеороликов нет. Здесь есть только те видео, которые понравившиеся. То есть, отмечены были, поставили под ним лайк. То есть, аппарат канала поставил лайк. И доказательство к этому под каждым видеороликом видно, что они загружены с разных абсолютно каналов. Просто кто-то лайкнул. Но в чем суть автора данного канала? На чем он выигрывает? За счет чего? 29 тысячи подписчиков. Просто он правильно формирует по плейлистам видеоролики из других каналов. И пользователи, когда находят в поисковике нужный мультик, который они желали посмотреть, они попадают на этот канал и на него подписываются. Если вы обратите внимание, то здесь очень активно работает человек, который делает эти плейлисты. И буквально постоянно идут обновления. Обновлены вчера, мы видим надпись. Обновлены два дня назад. То есть, обновления происходят постоянно. И за счет этого канал очень хорошо растет. То есть, я рекомендую вам использовать плейлисты, формировать их постоянно, добавлять свои видео, и не только свои, и формировать их на популярные темы. В чем еще плюс плейлиста? Каждый плейлист имеет свое название и имеет свое описание. Причем именно это название выходит в результаты поиска на YouTube, как я вам уже показывала. Соответственно, один и тот же видеоролик вы можете добавлять в неограниченное количество плейлистов. То есть, если бы я хотела, я могла создать, например, плейлист «Маша и Медведь», потом следующий плейлист «Маша и Медведь», мультик, следующий плейлист «Все серии Маша и Медведь» и добавлять туда через один свое видео и оригинальную «Маша и Медведь». И по каждому из этих запросов плейлист выходил бы, ну, в большой доле вероятности, выходил бы в результатах поиска на высоких позициях. И таким образом человек получает то, что он хотел, он начинает смотреть мультики в плейлисте, а потом попадает в том числе и на ваши видео. Естественно, с ваших видео показывается реклама, и вы получаете доход. Легче человек подписывается на ваш канал. И таким образом одно и то же видео вы можете уже под разными названиями добавлять, точнее, не под разными названиями, а вы имеете возможность не по одному запросу выводить видеоролик на первую страницу, не по тому, который вы указали в названии, а по тем, который вы указываете в названии плейлиста. То есть у вас расширяется диапазон ваших ключевых слов, по которым вы можете выводить видео. Окей. Перейдем к следующему пункту. Это тематические видео и рейтинговые события. Многие почему-то забывают о том, что у нас регулярно происходят какие-то праздники, празднуются, о том, что регулярно какие-то массовые гулянки происходят или какие-то анонсы смартфонов, выпуски новых фильмов и так далее, что тому подобное. И все это рейтинговые события, потому что каждый праздник или каждое событие, ориентированное на широкую аудиторию, вызывает естественный интерес. И первым местом, куда бегут люди, узнать о том, что же произошло или послушать отзывы о новом фильме, это естественный YouTube. И вы имеете возможность всю эту аудиторию быстренько себе собрать, если вы первым выпустите уникальное видео на новую тему и если вы его грамотно по всем этим параметрам оптимизируете и выведете на первую страницу YouTube. То есть тут важна скорость и тут важно умение оптимизировать все. Так вот, с помощью таких рейтинговых событий рекомендую вам отслеживать такие события и постоянно делать видеоролики по такому своеобразному календарику. Во-первых, вы можете отслеживать те праздники, которые происходят, а во-вторых, есть такой сервис, называется он Google Trends, где вы можете отслеживать последние тренды, то, что люди запрашивают и то, что всех постоянно интересует. То есть вы можете прямо отследить рост интереса к определенной тематике. В принципе, это все, что я хотела сказать.